Субтитры подогнал «Симон» Дорогие братья и сестры, я с радостью приветствую вас в преддверии Великого Поста, особого времени, которое для верующего сердца становится весной духовной, дорогой к светлому Христову Воскресению. Прежде всего будем помнить, что пост – это дар, который человек приносит Богу. Это возможность вырваться из повседневной суеты и правильно расставить приоритеты в своей жизни, вспомнить о вещах, гораздо более важных, чем наши обыденные дела – о Боге, вечной жизни и спасении души. Поэтому в Дни Великого Поста мы стараемся больше времени посвящать молитве, богослужению, чтению духовной литературы, быть более внимательными к своим ближним и своей совести. Для того, чтобы всегда поступать по Евангелию, а не по собственным желаниям и страстям, надо прикладывать усилия воспитания своей души. Нужно постараться стать таким человеком, который, по слову преподобного Авве Дорофея, ни на кого не гневается и никого не прогневляет. Порой для этого требуется целая жизнь. И пост – очень хороший помощник в труде самовоспитания. После этого времени покаяния, особого внимания к своей душе, предельной честности, если человек видит свой грех и старается исправиться, всей душой молится Богу о помощи и прощении, Господь обязательно отвечает ему. Чувство особой близости Божией, укрепление веры, умножение любви к людям – все это добрые плоды Великого Поста в христианской жизни. С древних времен люди постились, то есть сознательно в чем-то ограничивали себя, еще и для того, чтобы выделить какие-то средства в помощь нуждающимся. Сегодня эта сторона Поста все так же актуальна. Вокруг нас очень много тех, кому нужна помощь. Увидеть рядом с собой таких людей, оказать им поддержку делом, словом и молитвой – это долг и обязанность христианина. В дни Поста мы призваны усилить свои молитвы и о нашем Отечестве, о воинах, которые находятся на полях сражений, о упокоении погибших и помощи Божией пострадавшим. Всеми силами души нужно молиться, чтобы Господь Сам, ими же весе судьбами, как можно быстрее прекратил идущее кровопролитие. Пусть Господь благословит наши труды и добрые намерения, поможет нам достойно и с духовной пользой пройти поприще Великого Поста и с радостью встретить светлое Христово Воскресение. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Первый вопрос относится лично к вам, Владыка. Что значит для вас Великий Пост? Что в нем главное? Великий Пост – это любимое время года для меня лично, и я думаю, что для очень многих христиан, которые сознательно его проводят. Великий Пост называется в церковных книгах весной души, весной покаяния. Это время, когда мы призваны, наверное, в наибольшей степени в течение всего церковного года сосредоточиться и уделить духовной жизни максимальное время, настолько, насколько для нас это возможно, по обстоятельствам нашей жизни. Для меня Великий Пост – это время, когда я люблю служить. Каждая служба Великого Поста для меня любимая, и я ни на что ее не променяю. Если человек постится, но не ходит на службу, в его посте есть смысл? – Очень незначительный. Если он не ходит на службу, потому что не может никак, в тюрьме сидит, допустим, или тяжело болен, не может никак, то, конечно, есть смысл, и это та жертва Богу, которую приносит человек. Если он не ходит просто потому, что не ходит, потому что у него нет навыка к этому, он не знает, как это делать, ну, это неправильно. Тогда надо, конечно, поститься в гастрономическом смысле этого слова, но не забывать главного. Собственно говоря, ведь пост – это некая подготовка к человеку, к тому, чтобы воспринять нечто другое, духовное, не только то, что касается нашего тела. – Сейчас непростое время, и некоторые верующие молятся дома. Как надо молиться дома во время Великого Поста? – Ну, дома люди обычно, когда молятся, они читают утренние и вечерние молитвы, и по усердию кто-то читает каноны, кто-то читает акафисты, и кто-то читает псалтирь. Я думаю, что дома каждому верующему человеку нужно обязательно читать Священное Писание, Новый Завет, а по возможности и Ветхий Завет. Если человек по вынужденным обстоятельствам большее время проводит дома, чем, скажем, может приходить церковь, надо обязательно постараться читать псалтирь. Дело в том, что постом псалтирь читается очень много в храмах. Если в обычное время за неделю в храме прочитывается на богослужении вся псалтирь, это 20 кофизм, то Великий Пост, она прочитывается дважды за неделю. Вот, соответственно, с этим можно немножко увеличить, если или ввести в свое келейное правило домашнюю псалтирь, если ее не было, или увеличить, если она была. Вообще, если человек знаком с церковной жизнью и с церковными богослужениями, и при этом умеет обращаться с компьютером, то можно найти сегодня последование всех абсолютного службы. Допустим, понедельник, первую неделю Великого Поста забиваете в поисковик, и там все можно найти наряду. Просто садиться дома или становиться перед иконами и вычитывать все то, что там есть. Это тоже возможно. Я не говорю, что это обязательно для всех, но если есть некое усердие и желание приобщиться к богослужению, то это вполне можно делать и дома тоже. Следующий вопрос, часто задаваемый. Почему в православии во время поста столько ограничений в удовольствиях? Вроде не причиняется вред другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно убивать свое тело, свои желания? Зачем такая несвобода? Интересно. А если что, отказаться от удовольствия, значит убивать себя? Ну, во-первых, потому что пост – это время, когда человек должен собрать себя максимально, собрать для того, чтобы молиться, для того, чтобы поступить в богообщение. Естественно, помолиться, потом пойти, условно говоря, на дискотеку или там, я не знаю, в бар, в какой-то клуб или что-то еще такое. Ну, понятно, что это собрать и выбросить, значит, то, что ты собрал, причем выбросить самому, так раз и все, в окошко. Это, по меньшей мере, просто бесполезное занятие. Тогда уж надо или Богу служить, или мамоне. И тому, и другому служить не получается. Вот. Конечно, человек слабый, человек немощный, особенно в молодости. Вот. Конечно, в молодости всякого рода высокие слова кажутся скучными и надоедливыми. Вот. Это потом уже приходит осознание того, что, наверное, в них есть что-то правильное. Вот. Но, тем не менее, пост несовместим с развлечениями и с удовольствиями. И в том числе пост заключается в воздержании от таких вещей. Мы стараемся объяснить человеку, что в пост, если он, ну, очень так вот, в старое время любил смотреть телевизор, да, сейчас его уже почти никто не смотрит, вот. Если любит смотреть телевизор, значит, надо воздержаться от просмотра телевизора или уменьшить до минимума, да. Если человек привык жить в виртуальном мире, значит, надо тоже постараться воздержаться или сократить настолько, насколько это получится, пребывание в этом виртуальном мире и так далее. То есть, цель, ну, максимально нерассеянной жизни во время поста. Следующий вопрос от многодетной мамы. У меня трое детей, старший уже подросток, среднему 7 лет, а младшему 3 года. Как должен проходить пост для детей? Ну, зависит от того, насколько выцерковленная семья, насколько родители постятся, насколько родители и дети ходят в храм, насколько они привыкли к причащению святых христовых тайн и так далее. От очень многих вещей. Я думаю, что для трехлетнего ребенка никаких постов быть не может. Для семилетнего это такой вопрос, зависит от его отношения к маме, к родителям и к церкви. Подросток – это еще более сложно. Тут я бы не стал давать таких вот жестких рекомендаций, но с подросткой, конечно, можно попробовать приучить поститься. Там, где постятся родители всегда, где дети это видят, там это все происходит естественно, и вопросов не возникает. А если родители не постятся, или вдруг вот решили, или мама решила вот этот пост поститься, и давай всех остальных постить, тогда не надо. Если это решение родителей, да, обоих или мамы, вот в этом году, давайте начнем поститься, да, пусть дети пока будут, как они привыкли. Потихоньку, потихоньку можно тогда каким-то образом водить, ну, скажем, мясо и исключить из рациона, кроме воскресенья, там, субботы-воскресенья, да, вот, там еще какие-то, в зависимости от того, от реакции ребенка на вот это, знаете, может быть, просто истерики какие-то, а может быть, наоборот, это будет воспринято как некое такое вхождение во взрослую жизнь. Если это верующие церковные родители, то, он скажет, ну, ты же большой, вот давайте теперь с нами вместе будешь поститься, да, это будет, наоборот, воспринято как-то очень положительно. Нет правил таких, которые можно вот жестко потребовать исполнения от всех абсолютно, да, каждый случай, каждая семья, она, как говорил писатель, счастлива по-своему и несчастлива тоже. И в заключение, Владыка, ваши пожелания тем, кто вступает в Великий пост? Ну, что ж, это, я уже говорил, что это, действительно, это очень светлое, очень радостное и очень интересное, увлекательное путешествие в Великий пост. И я желаю пройти его с радостью, не с досадой, что вот почему-то вот нельзя вот этого, нельзя того, нельзя сего, а с радостью. Чтобы вот как-то установилась в это время какая-то связь между человеком и Богом. Чтобы сердце откликнуло, услышало зов Божий и откликнулось на него. Тогда вот пост будет и полезным, и очень нужным. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Субтитры создавал DimaTorzok